скажи как будет по-корейски привет просто а вот и все вот давайте вот с этого и начнем друзья они у вас не правильно да и ровну мы с тобой давай давай такое предисловие возьму мы с тобой записали интервью месяц назад а где-то я его монтировал и думал ну как бы выложу все как обычно все хорошо но случается 20 по 1 сентября мобилизация все идет в трамп тарары ну в плане твоих каких-то планов которые у тебя были есть такое расскажи поподробнее ты был в корее да и потом ты ты планировал ехать в россию и что-то вот делать все верно да то есть моя поездка в россию откладывалась на месяца три да то есть никак не мог оставить офис основной в южной корее вот и план был какой в принципе я не знаю я же его не обнародовал в интернете что все знают уже вот план был такой чтобы поехать и поддержать наших партнеров то есть у нас работает сеть уже филиалов офисов по россии которые представляют услуги автоподбора экспорта импорта точнее в нашем случае автомобиля то есть под ключ до региона на всех документах вот и план был такой чтобы поехать и немножко прокачать вообще людей которые работают в этом направлении то есть есть какие-то определенные еще все равно ошибки допускают люди не из-за того что они плохие профессионалы там специалисты да а из-за того что просто некоторых тонкостей именно корейской работы но не понимаю да то есть вот это было бы это была цель открыть головной офис москве который кстати тоже будет обязательно открыть то есть уже будут красиво другие люди немножко переформатировали свою работу скажем тогда то есть возвращаясь к работе на удаленке вот ну да к сожалению до 21 сентября конечно по подвыбил очень сильно планы эти даже больше скажу что 21 сентября я приземлился в городе самар я помню я тебе написал что мы мы должны были встретиться я тебе написал что по-моему мобилизация там и так далее а у тебя что был плохой интернет самолете причем вообще он летел самолете у него был интернет типа у меня плохой вайфай самолете думаю прикольно я когда еще в самолете меня вообще никакого вайфая нет хотя он был хоть какой-то ну ты был как в общем те эмоции были вот исходишь трапа самолета и понимаешь что что-то пошло не по плану да у тебя на самом деле эмоции по этой ситуации это много вот и сейчас нам такое время пришло не самое лучшее в плане именно и свободы и мысли из изъявления до слова и прочее что даже не знаешь как сказать как как подбирать слова честно да то есть даже подбирать слова я думаю так что все все понимают ну просто все все понимают но я не знаю даже прям корректно выразиться но сказать что я был в шоке ничего не сказать да к сожалению ситуация к этому скатывалась к сожалению до огромному но пришлось принимать еще быстрое решение да то есть для меня закрытие границ это в принципе смерти подобные у меня компания за границей да то есть толком не повидал ни своих нерадных никого просто сел на самолет и потянул выбора сколько ты пробовал в россии вот когда прилетел двое двое суток где туда где-то двое суток все а ты планировал у тебя машина ехала до нас у меня заехала расскажем все тогда уже ладно до конца давать раз так да я привез машину в россии то есть она уже давно на растаможен и все то есть под себя просто ну ездить передвигаться сейчас в ладивостоке стоит не понимаю пока ну понимаю что есть не делать но на самом деле просто пока сильно не занимаешь что ли потому что все это такой момент такой непростой до шоковый буквально сколько прошло с этого времени двух недель не прошло 2 недели вот поэтому пока не определялся много что рухнуло много что по планам к сожалению изменилось вот именно в том что хотелось мне все-таки самого принять счастье при открытии еще дополнительных офисов и улучшения их так как все наши ребята открывали естественно офисы свои сами да то есть но под нашим наблюдением естественно да под нашим рекомендациям открывали сами вот поэтому много что нарушилось но что изменилось но при этом в плане работы застой был буквально три-четыре дня это опять же из-за шока какого-то на рынке все опять так же все покупают автомобили то есть никаких проблем я знаешь как думал у нас будет сейчас еще какие-то вопросы их много будет на технических и так далее у нас вот то интервью которое мы сняли с тобой когда ты еще был в корее да и мы онлайн снимали там как раз мы их все разбирали от и до ребят тоже дождитесь на канале все будет чтобы нам сейчас не мешать и там да что как-то были мухи отдельно котлеты отдельно я предлагаю сейчас пообщаться о нынешней ситуации потому что что я наблюдаю авторынки у многих людей такой мужок как бы все встало естественно у каждого человека реакция ну разная да у кого-то знаешь есть как реакция бей или беги да на стрессовую ситуацию ли ты как бы ну бьешь или ты убегаешь и вот а еще реакция когда люди замерли ну просто они вот не понимают что делать то есть и вот и и много слышу кто-то говорит все рухнуло больше машины не интересны никому ничего не будет покупать тем более там заказывать откуда-то кто-то говорит да нет самое время брать потому что сейчас там да и можно по хорошей цене взять и так далее вот ты как человек который работаешь непосредственно судьбе кто заказывает машины покупает вот и это видишь не просто слышишь где-то вот как на самом деле то есть ты грешет на два дня просто провалилась или восстановилась та же активность которая была до или как это сейчас но если в процентном соотношении наверно процентов на 10 упало на не больше именно даже не формате нашей работы мы работаем также потому что у нас было уже много контрактов на тот момент да то есть который мы сейчас исполняем то есть весь бизнес он же поэтапный до сначала мы заполучаем контракт и соответственно ищем уже машину то есть она поиск машины сам понимаешь тоже как человек из этой индустрии да то есть уходит разное количество времени поэтому плане именно работы обзоров соответственно экспортом ну вот практически очень не просили ну то есть потому что у нас уже были контракты парочка слетела не более одного человека сожалению огромного мобилизовали а вторые люди просто попросили подождать там две-три недели чтобы немножко прийти в себя но и понять что делать дальше в принципе все осталось также я имел ввиду что спад идет в плане новых заявок но опять же он очень незначительный вот прям совсем незначительный то есть опять же я больше чем уверен что как бы это не было да то есть есть общая экономическая картина да с ней я думаю мало кто будет спорить что все-таки дефицит машин продолжается при том по всему миру это не только россия так такая же история сейчас и скорее идет до под дефицита машин ты опять же как человек из этой области понимаешь что машину стал искать сложнее на рынке да там сели там опять же перепродажи по подбору и прочего да та же самая история в корее и по сути да так как все-таки у официалов машины в ближайшее время появляться я думаю не будут да пока все это не закончится и был рынок автопригонные за границей неважно это корея япония америка арабские эмираты да то же самое там казахстан у казахстан опять же это транзитная зона которая также ведет через кореи и америки да вот именно это направление мне кажется она сейчас будет той самой спасительной какой-то жилой для рынка откуда будет скажем так приливать новая кровь именно в плане продаж в плане вообще машину вот поэтому я считаю что на ближайшие там пару лет очень даже перспективный перспектив перспективное направление чтобы заниматься этим перепродажи также как покупать себе автомобиль потому что до сих пор кореем автомобили скорее остаются маржинальными интересными то есть для людей и также или перекупов это безусловно первый момент ну и наверное один из немаловажных моментов до вторых то что все-таки люди как бы то ни было как бы это опять же плохо не звучало мы привыкают ко всему да и адаптируется ко всему и я думаю что продажи так таковые они не упадут опять же слазь на то что дефицит очень большой извини перебью тебя просто слушаю сейчас вот ты говоришь да по поводу дефицита хочу комментарий зачитать к одному из предыдущих моих видео и не завод как ты согласишься с этим или как это может новая для тебя информация дома человек пишет где-то видел статистику воза новых авто в рф по параллельному импорту менее 10 тысяч штук при том что продажи новых порядка 500 тысяч автомобилей параллельный импорт капля в море крузаки не все могут купить а дешевые машины не выгодно вести воды покупает до трех миллионов автосалонах то есть как я понимаю ну человек где-то увидел статистику не знаю сколько это правда что параллельный импорт сейчас это вообще капля в море то что завозят на российский рынок так ли это ну как на твой взгляд ну смотри давай вот я конечно чтобы меня было не поправляли в комментариях да пусть поправляют не имею да я прям такой конкретной информации не владею по российскому рынку именно по статистике да то есть я могу сказать по нашим ощущениям то есть вообще что произошло после обвала доллара на фоне рубля да то есть экспорт вырос в разы машин в корее нету то есть их очень мало осталось именно толковых некоторые модели мы вообще в принципе уже практически не подбираем хотя значение подбираем а в плане вот капля в море то есть по одной по одной выдираем там раз в неделю но не не новых именно бы уж если вопрос по новому стоит да то есть сейчас да уже начинают эти вот каналы по новым автомобилям да ну соответственно там именно по новым автомобилям есть специфика работы да то есть именно в плане мы экспортники не можем зайти в автосалон купить машину и отправить ее на экспорт потому что опять же стоит запрет да то есть нужны определенные манипуляции да то есть не могу я их в них в интернете говорить вот именно как все это делается правильно да ну скажем так эта возможность есть да но она она требует времени именно по новой машине смотри какая новая машина да то есть возможно будет очередь потом будем ждать эту машину то есть в общем это все нюансы которые нужно уточнять общаться именно с менеджером до компании вот а в целом если вы возвращаясь твоему вопросу да именно в плане статистики то я могу сказать так что порт владивостока не справляется в порту немерено стоять машину логисты захлебываются от работы просто уже задрали ценники очень ну скажем так сильно да то есть на самом деле логистика выросла в разы по цене даже из южной кореи то есть именно фракт за какой-то там считанные полгода он вырос там условно с 700 800 долларов до 1300 долларов 500 долларов это очень большой рост но по факту да ты за такой короткий период времени то есть это процент соотношение 40 процентов да ну плюс минус та же самая история сейчас и в россии идет не на 40 процентов конечно да но если можно было автовоз 110-15 поставить еще рублей до москвы то сейчас 130 это счастье там 105 но 105 тоже можно было раньше сейчас 130 можно за 130 перевалить но тут опять же прошу ко мне не цепляться да то есть компании все разные целики ставят я просто говорю примерно среднестатистическую информацию которой владеют соответственно если совокупности взять под буду продолжить если в совокупности взять все факты то что рынок корейский взорвался порты забиты все загружено в корее очень много машин которые не могут экспортировать люди по одной простой причине что очень мало паромов они просто не справиться то есть вся система сейчас вот это да то есть она скажем так захлебывается от потока машин поэтому как не знаю там наш подписчик да уважаемые там прочитал по поводу статистики что-то капли в море но для нас это это большая капля это очень большая за все годы сколько работы в этом направлении не было такого то есть это прецедент давай смотри так и сейчас возможно кто-то начал смотреть думает почти 100 вообще о чем речь о чем речь да импорт сразу какие-то такие высокопарные темы там давай так то есть вы чем занимаетесь вообще да вы можете сделать под ключ там до доставка автомобиля покупку там вот все от и до правильно я понимаю да смотри вы экспортная компания которая базируется на южной корее имеет лицензии южной кореи соответственно вся наша основная команда находится в южной корее по подбору экспорта то есть в нашу задачу входит найти тебе автомобиль осмотреть его дать свое заключение согласовать с тобой и соответственно экспортировать его получить деньги на свой счет оплатить автомобиль если что-то тебе нужно там опять же сразу помечаю только новые детали то есть старые детали мы не ищем это время ребята это ресурс деталями что запчасть да запчасти об этом поговорим да у меня будет вопрос об этом поэтому да ну то есть если ты хочешь что-то докинуть масляные фильтры возрубил расходники там колодки суппорта вот эти вот все вещи да мы тебе положим машину закинем все новое оригинально вот соответственно экспортируем а то есть на этом сторона кореи заканчивается работа то есть работа корейской компании по экспорту заканчивается на территории порта южной кореи то есть передаются экспортные документы то есть это экспортная декларация коносаймент техпаспорт соответственно справка снять с учетом по востребованию да так же как и техпаспорт в принципе они не всем нужны для помощи соответственно на этом заканчивается именно работа корейская корейской стороны головного офиса далее уже при принимают автомобили наши то есть ребята то есть наши мы можем сказать то что мы готовы как-то партнериться с вами просто наши ребята чтобы вы понимали что мы с романом уже не ведем диалог не даже сказать не один день на месяц как минимум и вообще полгода назад мы с тобой 1 8 8 даже до знакомые и где-то месяц назад мы начали вести диалог о том чтобы взаимодействовать в партнерских отношениях по поводу так скажем вот этой части о которой ты сейчас говоришь да полностью сопровождение здесь автомобили из кореи то есть да и там блогисты и так далее так далее так далее все и подбор в том числе окей все это была ремарка для того для тех людей которые такие пожить о чем речь вы кто еще рода то есть то есть условно говоря если максимально просто об этом сказать то наши партнеры такие вот как игорь да нашем случае они отвечают за то чтобы автомобиль был растаможен сделаны все были справки экспертизы все что нужно то есть все разъяснить объяснить как правильно зарегистрироваться на те же самым госуслугу что получить из птс который придет птс который придет на госуслуги да то все эти моменты сопровождать да соответственно и передача автомобиля соответственно логистической компании да то есть сохранность автомобиля то есть эти все моменты как раз и делают наши партнеры и в этом в этом формате да мы предоставляем услугу под ключ по россии я говорю мы потому что все наши опять же партнеры все офисы которые работают они в любом случае по основным вопросам по основным моментам подчиняются нам то есть именно в южной корее да поэтому и мы и обобщая что мы если мы полностью под ключ приводим эту машину но по сути мы как экспортная компания можем работать с любой страны абсолютно глобала бы логистик облик были на скромные странами вы работаете я давай вот я в целом скажу сейчас на самом деле качает только россия ну в основном до казахстан как же казахстан занимается мой коллега партнер по бизнесу вот и на самом деле просто казахстан сильно не хочу уникать сейчас тебе скажи потому что немножко другое направление другая специфика если сейчас толкнуть ночью и спросить любой вопрос по россии я тебе скажу если по казахстан это опять же надо будет очень сильно углубляться поэтому мы разделились он ведет казахстан к киргизию то есть он ведет продажи есть то есть машина отправляется через китай отправляются контейнерами да соответственно кто-то транзит он забирает я я работаю только с россией беларусью на данный момент да то есть беларусь также забирает машины чаще всего транзитом то есть по российской федерации мы тоже есть свои моменты то есть можно открывать контейнерами. Возвращаясь к своей мысли, мы как экспортная компания, если брать головной с Южной Кореей, можем работать с абсолютно любой страной. Потому что до этого я работал с Украиной, до этого я работал с Молдовой. Грузия тоже был момент. По всем русскоязычным странам. На самом деле Корея, конечно, работает по всем странам. Кто на каком языке разговаривает. Арабы отлично тоже работает, закупается именно в Южной Корее. Это не у нас компания в Южной Корее. В общем, каждой стране удобнее работать на своем языке. Потому что в Узбекистане я за все время ни одной машины мне отправил. Такая специфика есть. Чаще всего, насколько я знаю, не в обиду всем. Они старались работать со своими земляками. Теперь я тебя помучаю. Мы вчера с тобой кушали, гуляли с Романом и, ну, как бы, пользуясь случаем, пытались просчитывать, да, те или иные машины уже по тех клиентов, кто к нам обращался, обратился. И вот один из комментариев, как бы, я специально взял несколько комментариев, потому что я понимаю, что люди хотят конкретики. То есть, все это хорошо. Компании Корея, все вы красавчики вообще. Все вы о себе можете рассказать, да? Ну, давай вот так, смотри. Вот человек пишет, посмотрел видео о корейском автобизнесе, в принципе, интересно. То есть, ну, ему понравилось. Это уж хорошо. Но не хватило информации в плане цены авто. А именно, можно ли купить авто и мотор по отдельности, чтобы потом собрать автомобиль? Ну, это как бы такая отдельная история. Мы сейчас, я скажу тебе. Но у меня, я дополню его, потому что многие спрашивали, давай просчитаем какую-нибудь машину конкретно, вот сейчас на пальцах. Ну, я думаю, у тебя цифры в голове есть. Мы еще раз Спортэш просчитывали. Давай еще раз. Допустим, какой у нас год был там, где-то... Правда, Спортэш, мы смотрели в 18-го года с пробегом чуть больше 100 тысяч километров в моноприводе, да, в рестайловой версии, насколько я помню, да. Ну и, соответственно, бензиновая версия, да, то есть 2 литра, вот, и, соответственно, она выходила в 16 миллионов флонов, насколько я помню, 15-990, что ли, что-то такое было, да. То есть, со всеми расходами этот автомобиль выходил нам в 800, по-моему, тысяч рублей. Да, тысяч рублей это в Корее. Да, это в Корее. Это он выходил нам вместе с доставкой до Владивостока. Вот так, да. Да-да-да, то есть, он в Владивостоке нам столько стоил, насколько я помню, или заблуждаюсь. На самом деле, мы просто обыдок вчера считали. Ну, мы считали за куском курицы какой-то, там, у нас был булгур, курица, салат, и мы там считали, общались, ну, так, плюс-минус. Ну, опять же, давай, это понятно, цифры мы отталкиваемся от курса доллара, еще когда человек посмотрит, непонятно, может быть, до по 100 будет, а может, по 60, а может, по 30, я не знаю. Я на этот вопрос бы, на самом деле, немножко иначе ответил, да, вот именно по просчетам. Дело в том, что когда вот люди обращаются с вопросом, а сколько будет стоить, вот, например, там, только сегодня мне писал человек, там, Санта-Фе, да, то есть, Санта-Фе в полном приводе, сколько будет стоить. То есть, всегда на этот вопрос очень сложно ответить, потому что пробеги, потому что комплектации, потому что нюансы, потому что, опять же, состояние автомобиля, прочее, 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 да, и вообще предложение рынка. Поэтому нужно научиться, если вам, опять же, это интересно, да, в будущем, особенно, комментатор пишет, что, что ему заинтересовал именно бизнес, именно механизм, да, он не как частное лицо пишет, соответственно, просто нужно научиться просчитывать эти машины, соответственно, сейчас так вот я вот в формате ютуба я не смогу объяснить, мне нужно прям показывать, да, то есть, где таможенный калькулятор ТКС, да, где мы берем курсы, вон, и к доллару, да, когда просчитываем, где мы берем курсы, где мы берем стоимость, там, фракты, то есть, логистики, прочее, 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 сложно. Я, пожалуй, наверное, лучше запишу гайд какой-то, да, то есть, ну, мы можем с тобой, да, можно, можно с тобой, можно просто записать гайд какой-то короткий, там, на 10 минут, чтобы люди, которые, действительно, интересуются, могли сказать. Подожди, вы понимаете, сейчас ты ведешь себя как человек, который, ну, я сейчас, ребята, не знаю, но цены вроде неплохие, но, типа, давай, 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 мы прочитали вчера, ну, хорошо, да, ценник, насколько я помню, выходил где-то миллион четыреста пятьдесят, да, где-то миллион пятьсот, правильно же? Ну, плюс-минус, да. То есть, в принципе, за девятнадцатый год, Спортедж, причем, в чем фишка, он идет на коже, конечно, вентиляция сидений, у вас почти у всех там, в большинстве случаев, в большинстве, у нас их нет практически на Спортеджах нигде. Удержание полосы, датчики слепых зон, круиз-контроль, да, то есть у вас комплектация, для вас это достаточно такие стандартные, да, я так понял? Ну, не самые стандартные, то есть это уже повыше, повыше стандарта. Стандарт, это когда у тебя есть кожа, климат, круиз, вот это, наверное, самый стандарт такой, да. То есть она выходила нам в тысячу, ой, миллион четыреста пятьдесят, миллион пятьсот где-то, на рубли, мы сейчас говорим, да, при рынке на эти автомобили где-то, ну, один и восемь, это будет в России, и то надо поискать, но не в такой комплектации. То есть ты будешь искать, ты будешь там, да, ну и так далее. Поэтому, в принципе, ну, это, опять же, грубые цифры, это без деталей, это окрасы, не окрасы и так далее. Это просто, вот мы взяли первый попавшийся Спортедж, там, по достаточно такому низкому диапазону рынка, просчитали, ну, в принципе, это двадцать процентов от рынка в России, ну, минус двадцать процентов от цены рынка. Да, это по минималке, на самом деле, мы, смотри, мы, не подумайте, что я, опять же, соскакивал с этого вопроса, просто это сложно, вот так вот взять из головы и что-то сказать, это будет вилами по воде. А я люблю прям по воде вилами, понимаешь, я, ну, как бы, как, как, вот. Потому что лучше, действительно, объяснить, а тогда я, например, в каком-то маленьком гайде, там, ты где-то у себя можешь ополюбить в какой-то соцсети, чтобы люди просто заходили, смотрели. Не, понимаешь, это понятно, это вот смотри, гайд, это надо зайти, калькуляторы, цифры. Ну, да. А хочется услышать, допустим, Спортэж, девятнадцатый год, там, полтора миллиона рублей, класс. Окей, и непонятно, то есть, какой пробег, что еще как. Не, ну, пробег там до сотки, ну, где-то восемьдесят, тире, там, сто, такой средний, ну, за сколько, получается, четыре года, там, да, за три года. В общем, Спортэж в моноприводе, в моноприводе, да, там, можно от миллиона двухсот, миллиона трехсот привозить. Вообще, это, получается, у вас восемьсот тысяч рублей, ребят, у них восемьсот тысяч рублей, машина стоит, если вот я приехал в Корею, купил себе автомобиль. Ну, можно восемьсот тире миллион рублей. Да, это же с расходами было. Машины намного дешевле, да. Интересно, хорошо, давай дальше, вот тут же, кстати, в этом вопрос, можно ли привести отдельный автомобиль, мотор, ну, я так понял, такой распил, да, некий, или как это, конструктор. Это конструктор называется, да. Да, конструктор. Я не буду идти по этой, скажем так, по этому лезвию, не буду рассказывать, как это работает с Японией, да, то есть я прекрасно понимаю, как это работает, и что скорее на данном этапе, у нас, по крайней мере, таких возможностей нет, но я не слышал, чтобы этим занимались, в принципе. Это касаемо и распилов, это касаемо и конструкторов, потому что это совершенно две-два разных направления, потому что, прямо честно побаиваюсь лишнего сказать, ну, скажем так, что конструктор, конструктора разбираются вне территории страны, вот так вот, и сидите, и думайте, вот. Да, привет, ну, ладно. Да, а чтобы отправить распилы, нужно иметь отдельную лицензию, именно на разбор автомобиля, пилить его на своей площадке, то есть грузить это все в контейнер, это совершенно другая история с бизнесом, это как с битками заниматься, да, с битами автомобилей, та же самая история. То есть это немножко специфика, ну, она, да, та же самая история с битками, то есть она отличается, чем нужно поставить машину на ход, хотя бы легче, чтобы она заехала на свой паром, да, особенно топлики, да, то есть вот, их надо ставить на ход, они не заводятся, да, то есть там вся топливная система забита. Вот, соответственно, та же самая история, когда там лопается пневма, падает подвеска, прочее, то есть это специфика, это иметь надо немножко другой уклон, немножко другие мощности, да, то есть немножко других специалистов, которые могут это поставить, поэтому мы этим не занимаемся. Вот, и специфика другая, именно даже в плане процентного соотношения, то, что берут аукционы, то есть там немножко другая история финансовая, да, то есть и поэтому, и в России, на самом деле, это не особо так сильно актуально, потому что там тоже очень много заморочек с таможней, потому что нужно пройти, получить свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства, да, это самое СБКТС, которые люди часто говорят, вот, эти машины не проходят, это... А как, подожди, везут вообще битые автомобили, как-то же везут? Они их делают, потом проходят. А, они где-то, я понял, все, это такая работа, а потом у нас делают сроки. Да, то есть это совершенно другая специфика, другая, это вообще другой бизнес, потому что когда мне люди звонят, Ром, ну ты же занимаешься экспортом, там, техники, ну, давай нам годные мотоциклы, да, вот, это совершенно другая история, совершенно другой подход. Еще интересует один вопрос, по поводу корейского легкого коммерческого транспорта, знаком только с Киа Бонга, и то не в восторге от него, причем Киа Бонга недавно удосужилась продавать, поэтому, кстати, я не знаю, что человек не в восторге от него, я был в восторге от Киа Бонга в сравнении с Газелью. Ну, конечно, я сел на Киа Бонга, у меня даже видео есть, я говорю, да ладно, она едет, она мягкая, она комфортная, там все есть, и думаю, у нас в Газели ты вот должен еще справиться с ней. Что по поводу коммерческого транспорта? Киа Бонга, Портер, Хенды, да, то есть, пожалуйста, два вида коммерческого, именно если брать мало, как правильно назвать-то, мало коммерческого? Малый коммерческий транспорт. Я понял, ну, легкий коммерческий транспорт. Легкий, да, то есть, до тонны, в общем-то, да, они все однотонники, вот, ну. Что они есть, их много, пожалуйста, вперед. То есть, можно все покупать так же и заказывать, смотреть? Можно, там просто другая таможня, другая специфика, но это лучше пообщаться с менеджерами, то есть, именно по России, соответственно, все это, это можно, это реально. А касаемо именно, извиняюсь, как бы сказать, касаемо именно эксплуатации, я сам ездил на Портере, сам ездил на Портере где-то в течение года, то есть, да, и груженые там больше тонны. Я лично никаких там негативных, прям, моментов каких-то не могу выделить и запользовать данным транспортным средством, то есть, мягкие, хорошие, устойчивые, в принципе. Ну, у нас негативы только ржавеют, они, вот, люди, я так понимаю, не любят это занято. Они ржавеют, да. У вас также они ржавеют? Они ржавеют, да. Ну, опять же, смотря какого года и смотря вообще что, вот, мы, например, перегружали страшно сам Портере там вообще. Ну, в общем, в плане пользования, почему я решил такую маленькую ставку ставить, я пользовался, я ездил на этом автомобиле, поэтому, в принципе, у меня какого-то прям негатива, при том, что они очень много ходят, их движки очень много ходят, у меня 360 был пробег на Портере, ездили еще как. Ну, да, слушай, кстати, ремарка небольшая, если у вас останутся вопросы, вы хотите заказать автомобиль, по ссылкам в описании, все есть, все контакты, сайт, отзывы, кстати, вот, давай перейдем к отзывам, смотри, вот, мы сейчас сидим с тобой и люди говорят, ну, классно, вот, вы две говорящие головы, сейчас что-то нам тут общаетесь, рассказываете, какие-то полезные, там, какую-то полезную информацию, люди реальные, где, вот, где, вот, есть, вот, где, кто покупал, где посмотреть? А, да, пожалуйста, то есть, вы можете написать, менеджер может вам поскидывать видео, например, отзывов, можно зайти в наш телеграм-канал, наши группы ВКонтакте, да, то есть, у нас каждый офис ведет свою группу ВКонтакте, но, в принципе, если вы видите ЭСК, да, но, опять же, лучше уточнить у нас, у главного офиса, работают ли они по даме, потому что сейчас вокруг нас, на самом деле, стали появляться уже мошенники, да, но это, на самом деле, даже мне листит, да, то есть, это уже показатель какой-то, да, то есть, можно ознакомиться в нашей группе ВКонтакте, опять же, повторюсь, у нас разные группы ВКонтакте ведет, каждый офис ведет свою группу, просто им так удобно, да, то есть, легче не договориться с собой, с друг другом, да, не надо договариваться, делать, что хотят, соответственно, там тоже очень много отзывов, в принципе, у нас есть общий чат в одной из группы ВКонтакте, да, то есть, основной, вот, там есть общий чат, там сейчас уже больше 300 человек сидит, реальных покупателей, реальных людей, которые покупали у нас машины, те, которые ждут моей машины, кто в процессе, кто уже давно получил, кто пришел за третьей машиной, за второй, можно задать спокойный вопрос в этом чате и спокойно ответить. То есть, много есть моментов, где мы можем доказать свою роль. Для меня, знаете, какой самый показатель, я, честно, очень митный человек, у меня такие психологические травмы, я попадал на большие деньги, меня кидали в плане машин, и у меня показатель, когда, допустим, я человека вижу, там, 8 месяцев назад, мы снимаем, да, вот он работает, идут сделки, я знаю, что это, вопрос, вы понимаете, больше для людей, как бы я-то вижу, не знаю, идут сделки, от меня до 100 интервью люди говорили, и, в принципе, довольны, то есть, я не слышал ни одного негативного комментария, отзывы, все окей, и для меня самый главный показатель, что за 8 месяцев человек не пропал, и более того, мы с ним еще и лично встретились, потому что, когда тебя кто-то хочет кинуть, поверь, он, ну, на горизонте, максимум, ну, вот, вот, ты увидишь, и потом все, абонент, не абонент, там, и типа, Рома, ты где? Ну, ребят, все окей, это живое, это не монтаж, знаете, я вот его трогаю, да, если что, да, не голограмма, причем мы с ним вчера вживую первое встретились с тобой, и я такой, блин, смотрю, думаю, по моему представлению, корейцы, они маленькие, они маленькие, да? Ну, они, ну, на самом деле, это заблуждение, это стереотип, очень много высоких корейцев есть, да, на самом деле, да, ты же знаешь, почему вообще корейцы-то маленькие, сами по себе, они в то время, если, мы небольшой экскурс в историю, да, в период гражданской войны, да, ну, не хватало ни еды, ничего, очень много сейчас вот пожилых людей, если там походить, походить, посмотреть, они, ну, как сказать, как буква Г согнутые, либо колени выгнутые, то есть рахит, да, то есть у них просто не хватало питания, просто не хватало питания, все, поэтому, ну, целое поколение выросло немножко, как, скажем так, недоевше, что ли, то есть, ну, как-то так. Ну, выдаю. Я даю, нормально, я даю, вот, и, кстати, тоже хотел внести одну небольшую ремарочку, да, на самом деле, клиентов-то много от тебя пришло, вот, и многих, многим отправили машины, и многие уже получили машину. Ребята, если вы увидите это интервью, пожалуйста, напишите в комментариях, то есть, да, действительно, хорошая идея, действительные отзывы по нашей работе. Вопрос по интересным машинам, вот такой, хотелось бы побольше интересных вариантов авто, которых нет в России. Есть что-то интересное, прям вот, то, что, ну, объясню, да, возможно, это не очень популярно в России, и из-за этого нет такого ценника, ажиотажа вокруг этих машин, и то, что можно привезти, допустим, или в свое пользование, или даже на продажу, но это будет прям кардинально дешевле, там, нежели популярные машины. Ну, смотри, тенденция, немножко издалека зайду, да, тенденция вообще корейского авторынка, по крайней мере, как я ее вижу, да, она идет в сторону электричек, в первую очередь, да, и очень сильно, почему я, кстати, так же говорю, потому что уже портеры стали на электричестве ездить, то есть, чтобы ты понял, однотоненький, весьма на коммерческий транспорт, вот, и в электричке идет уклон, и, соответственно, насколько я, опять же, вижу, новые модели, которые появляются, то есть, они идут больше в углом компактности, очень мало в Корее места, само по себе, да, то есть, именно для парков, для всего, то есть, и это удобнее, когда машина небольшая, то есть, для таких целей, поэтому появились такие машины, как Kia Stonic, например, да, то есть, это небольшой автомобиль, я думаю, там, если у тебя будет возможность поставить фотографию, да, то есть, Kia Stonic небольшой автомобиль, есть литровые версии, да, то есть, этого автомобиля, то есть, они, в принципе, ездят на воздухе, да, и на отличных комплектациях, то есть, но россияне, скорее всего, этот автомобиль, я только один автомобиль в Россию отправил такой, вот, человек не побоялся, купил, ничего страшного, на самом деле, страшного, ничего такого нет, люди переживают, не знаю, запчастей, да, то есть, например, есть прекрасный автомобиль Hyundai Granger, на котором сам я передвигаюсь, езжу 2014 года, да, я просто могу говорить об этом автомобиле часами, я, естественно, его люблю, при том, что ездил на разных машинах, да, но при этом, вот, Кореец мне больше всего подошел по душе, потому что он, действительно, невероятно за свои деньги, очень круто все сделано, качественно и, соответственно, подвеска и все, то есть, у меня полностью строит автомобиль, его можно сейчас за адекватные деньги купить, потому что у него нет огромного спроса, да, то есть, за отличные деньги, но, условно говоря, если купить сейчас Granger, да, то есть, о котором я говорю, то есть, вы получаете, там, до, ну, условно говоря, там, опять же, до тех же самых миллионов восемьсот, ну, двух миллионов рублей, допустим, до двух, не надо, давайте так, до двух миллионов рублей, вы получаете автомобиль бизнес-класса и, на самом деле, бизнес-класса, то есть, он, действительно, очень комфортный, вот, тоже недооцененный автомобиль, однозначно, в России, да, и самое удивительное, самое удивительное из всего этого, то, что у него два и два дизеля, в принципе, это практически идентичные моторы с карнивалом, которых немерено в Корее, и, то есть, люди, ну, не понимают этих вещей, что запчасти, это не так страшно, вот, именно, по крайней мере, с этим машином, с Астоником согласен, да, то есть, это литражка, то есть, там, агрегат, который мало где встречается, вообще, в принципе, насколько я знаю, корейская разработка, могу ошибаться, вот, соответственно, да, но, опять же, все вопросы решаемы в критичных случаях, критичных случаях, я не говорю, что, если вам нужно, там, топливный фильтр какой-то, да, то есть, мы будем его отправлять из Кореи, но если что-то критичное случилось, прям, не знаю, двигатель стукал, что-то еще, мы готовы, в принципе, ну, постараться посодействовать в решении этого вопроса, именно в плане запчастей, а так машины, ну, Коно, Коно почти нету, да, в России, то есть, коно, Нира, вот эти машины тоже нету, на самом деле, эти машины довольно-таки свежие, они, то есть, они не так давно появились, да, вообще, это модельный ряд, и, в принципе, не могу сказать, что они мега спросом пользуются в Корее, но и немало спросом, то есть, в принципе, на рынке они очень неплохо себя показали, особенно Коно и электричка, да, то есть, отлично себя показалось, насколько я вот помню, я график смотрел, то есть, по оценке дальности хода, да, то есть, именно график, то есть, она третья стояла, или третья, четвертая в списке от Тесны стояла, то есть, 400 километров она реально едет, эта машина 100%, вот, поэтому есть какие-то интересные варианты, которые можно рассматривать, которые не так сильно поднимутся в цене, то есть, хорошую, качественную машину можно купить за адекватные деньги в Корее, но, естественно, если не забивать себе голову стереотипами, что вот сейчас все зачастение будет, мы все сойдем с ума, надо будет стоять, как клумба у меня дома. По поводу бюджета минимального, меня в том числе, кстати, так иногда заваливают вопросами, слушай, ну, а Солярис можно? А, кстати, мне вчера писал человек, говорит, а можно Киа Спектру привезти? Ну, то есть, Киа Спектра у нас, я не знаю, там, в России, ну, может, там, 1300, там, 250 стоит, ну, я такие беру более-менее лохматые года. Вопрос, какой минимальный бюджет, чтобы притащить, хоть, не знаю, какую-то машину, потому что там год идет проходной от 18-го, так я понимаю, да? Вот сколько денег? Ну, вот, смотрите, друзья мои, вот, чтобы развернуть этот вопрос, да, то есть, тоже, опять же, зайду издалека, нужно понимать, что, да, машина может стоить дешево в Корее, но нельзя откидывать растаможку, да, которая, в принципе, она стандартная, от 3 до 5 лет, вот, и нельзя откидывать момент логистики, который, вне зависимости, практически, да, есть разница небольшая в цене от малолитражки, там, до седана, но, наверное, столько незначительная эта разница, что это, наверное, одно из самых важных моментов, то есть, ценообразование, это логистика, это таможня, вот, поэтому, и из-за того, что по нашим российскому, там, правилам, да, там, законодательственным правилам, то есть, адекватно везти машину от 3 до 5 лет, в некоторых случаях до 3 лет, да, то есть, опять же, потому что дилера очень сильно подняли цены на рынке, именно официалы, да, то есть, на рынке России, вот, соответственно, учитывая все эти факторы, то есть, что мы везем довольно-таки молодым автомобилем, 18-18 год, это молодой автомобиль, я считаю, да, то есть, мы везем, из-за границы машину, да, то есть, это, мимо паром она никак не пройдет, мимо логистики никак не пройдет, ну, все, то я предполагаю, что минимальный ценник, это 800-900 тысяч рублей, но и то, это какой-нибудь, как у вас называется, у нас монинг называется, ну, да, да, то есть, у нас монинг называется, у вас, честно, задолка называется, как у нас называется, пиканта, 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 да, вот, ее можно, да, 800-700 даже можно, ну, то есть, это вот, если прямо самый минимал, ну, они, кстати, там, интересные в комплектациях такие, я смотрю, ну, чтобы комплектация была хорошая, чуть побольше, ну, окей, ну, у вас и стандартные, они такие более-менее, не прям барабан, как бывает, что вообще, да, да, но зато есть плюсы, что можно, например, ладно, там, насчет пиканта-то ладно, но то же самое спарк можно поймать на ручной коробке передачи, постоянно спрашивают, что вы понимали, друзья, я не знаю, там, если один-два процента на всю страну наберется коробок передачи на ручных, это хорошо, то есть, весь рынок на автомате есть. Слушай, вот я прочитал один комментарий, причем я даже как-то удивился, человек так, там, утвердительно заявлял и много собрал даже лайков, это не под моим видео, просто под видео из Кореи автомобиля, он писал, что ребята, в Корее тачки все битые, пробеги крученные, ну, вообще там, типа, им верить нельзя и так далее, и его некоторые там даже на удивление поддерживали, что типа, да, молодец. Ну, или опровергни, или что-то как-то. Ты уже, наверное, второй или третий вопрос загорешь меня в те рамки, когда лишнего бы не сказать. Подожди, я тебе зачитаю, давай, смотри, работаю с Южной Кореей 7 лет, к машинам они относятся отвратительно, масло меняют через 15-20 тысяч километров, пробеги скручивают, сам видел, а проезжают в год они минимум 30 тысяч, веры им нет, да и машины посредственного качества. Вот прям, тут не то, что он торчет, а как-то, он прям все. Это довольно-таки эмоциональный комментарий. Конкурент уже. То есть, посредственное качество, смотря с чем сравнивать, то есть, я думаю, что если они поставят корейцы и китайцы, я думаю, там можно будет подискутировать на эту тему, да, то есть, я не понимаю, просто смотря с чем все сравнены, с ладой с чем, то есть, да, либо с русской сборкой. То есть, этот момент, наверное, самый для меня сейчас удивительный, да, то есть, непосредственного качества. По поводу скрученных пробегов, ну, друзья, миллион раз говорил, еще миллион раз повторю, да, то есть, скручивать пробег после снятия автомобиля с учета, да. Если вы видите площадку, на которой продает машина, снятая с учета, то делайте соответствующие выводы. Потому что нам, экспортникам, нет смысла снимать с учета, а машина просто так. Да, то есть, мы это делаем перед экспортом. Ну, все, вот этим, наверное, все сказано. А почему я сказал, что ты меня загоняешь опять вопросом в дебри, чтобы не заболкнуть, потому что есть у нас представленные площадки Южной Кореи, которые работают именно по этой же схеме и со скручкой пробега и прочее. Я могу их назвать, но не буду этого делать. Подожди, реально скручивает пробег? Да, да, да. А ты говорил, помню, что вообще у вас там очень строго в плане законодательства всего. Я не отказываюсь от слов, так это и есть. Ну, смотри, если я скручу пробег, когда машина стоит на учете, то есть, я могу и сесть, да, то есть, у меня будет проблема. Ну, если, например, ты у меня купил уже машину, да, или, точнее, нет, не ты мне купил, я купил себе машину, я снял ее с учета, с номерков, вообще без разницы, что я с ним делал. Кручевой пробег, не кручевой пробег. Я же не буду ее обратно на учет ставить. Но она уже на экспорт и под пресс. Да, она уже на экспорт и под пресс. Именно вот это и работает, это именно схема и работает. Поэтому... Тут важно, я так понимаю, у кого ты берешь, чтобы ты понимал и знал. Да, конечно. Да, то есть, есть такие схемы. Я никогда не утверждал, что в Корее вообще не крутят пробеги именно экспортники или кто-то еще. Да, есть такие моменты, а это есть на рынке. Но, опять же, там, если вы работаете с нормальной адекватной компанией, да, которая купит автомобиль у дилера, да, то есть, то же самое в техпаспорт, да, то есть, последнее количество состояния пробег, да, и прочее. То есть, проблем у вас никаких не будет. То есть, процент есть... Знаешь, какой процент небольшой? В Корее есть такой момент, когда подкручивают пробег. То есть, не скручивают, а подкручивают. Скрутка пробега, это что, да, когда там на автомобиле было 150 тысяч, бах, 40 тысяч. Все хорошо, скрутили, да. Бывает такое, на очень дорогих машинах между ТО, некоторые ребята, да, но этого на самом деле не определить, но это даже 5% нет от рынка, да, то есть, никто так сильно не заморачивается. Чуть-чуть подкручивают тысячу километров-полторы. Между ТО, такие истории я слышал, сам никогда не сталкивался, но я не смогу проверить даже это, да. То есть, такие истории могут быть, но, опять же, это условно кем надо быть, чтобы всем заморачиваться, честно говоря. Каждое ТО там полторы тысячи скидут. Ну, а по поводу отношения к машинам, типа, масло раз в 30 тысяч и вообще вот так? Ну, здесь можно дискутировать очень долго. На самом деле по этому вопросу. Смотря где... То есть, да, раз там, условно говоря, там 15 тысяч, да, там... Да, 15 тысяч, да. Меняет масло. Ну, хорошо. Окей, это же все определяется при... ТО, да? Дело да не в ТО. ТО там нет отметок, но это можно посмотреть по машине, то есть, смотря какой пробег и что. То есть, в плане, грязный масло, сам понимаешь, да, когда, ну, редко меняет масло, есть конкретные причины, ну, то есть, симптомы у автомобиля, да, тот же самый мусор на крышке, да, тот же самый запах агарий, ну, нехороший, да, то есть, именно из самого... Как это правильно выразиться? Я понял, ну, такой... Входа в двигатель. Да-да-да, такая как не эмузия, а вот сгустки такие... Да, потом есть прекрасный способ, кстати, всем на вооружение можно взять, если дизельный, это касается чаще дизельный микс, если он загаженный, действительно масло меняется редко, обойдите машину и проведите пальцами по выхлопной трубе, то есть, изнутри, если там сажат, ну, все, ну, саженый автомобиль, на самом движок. Если просто, ну... Сейчас тебе еще тихнори, знаешь? Да, я знаю, что... Да, сейчас куча типа, подожди, Саша, может быть, из-за этого еще, из-за этого, из-за этого. Чаще всего, чтобы упростить все это дело до банальности, потому что, друзья, если вообще копаться вот в каждую детальку, в каждую опцию, в каждую мелочь, там, да, то есть, проверять, там, не знаю, натяжение ремешков и прочее, то никогда машину не купишь. Это БУ-рынок. Если вы хотите идеальный автомобиль, купите его в автосалоне, да? Ну, это факт. То есть, на БУ-рынке есть моменты. Но, опять же, весь русский рынок сейчас закупается пробегами 30-80 тысяч километров, но нету всаженных машин. Я, знаешь, как, позволь тоже, я так подержу дискуссию. Такое ощущение, люди пишут, как будто у нас в России, да, я ничего против не имею, но, как будто у нас все прям льют, там, не знаю, какое-то супердорогое масло, меняют все в сроки и вообще прям, ну... Ну, у нас также, мне кажется, от владельца зависит. Конечно. Есть люди, кто там, не знаю, каждый пять будет менять или восемь, он там прям любит и лелеет. А есть те, кто, я встречал, покупал у одного человека машину, он говорит, ну, я масло меняю, когда лампочка, масленка загорается, тогда я меняю масло. Я такой, что? Ну, то есть, а у нее уровень масла съедал уже, там, вот, и, типа, вот его мало, я тогда меняю его долеваю, я думаю, блин, вау, прикольный способ, как бы, вот и такие есть. И как ты тут одних от других отделишь? Да, тут, на самом деле, очень много, ну, сумбура было в этом комментариях. В плане того, я говорю, можно дискутировать хоть до утра по поводу замены масла и прочее. Я на своей машине меняю пять-шесть тысяч максимум. То есть, у меня дизель нет. Вот, кстати, по поводу бензина и дизеля, человек пишет, да, смотрел автомобили, возник вопрос, почему тусаны, ну, туксаны, я так понимаю, наверное, все дизельные, бензиновых, типа, нет, что ли, или как? Слушай, в Спартеидже точно есть бензин и тусанов, по-моему, да, по-моему, нету. Я могу ошибаться, друзья. Давай я подкорректирую вопрос, объясню. То есть, у вас больше дизель котируется или бензин? На кроссоверах дизель. Дизель. Да, на кроссоверах дизель, но на бензине мало кто есть на кроссоверах. Ну, вообще у нас бензин, почему бензин не особо котировался вообще в Корее, да, потому что он стоил дороже дизеля. Это, во-первых, во-вторых, дизель он экономичней, ну, сам по себе, да, по пробегам экономичней, вот. И вообще бензинки, они стали более-менее сильно, там, неплохо продаваться, да, то есть, там, в момент, когда начали сокращать просто, именно, как правильно выразиться, в некоторые города в Корее нельзя заезжать на дизельных машинах определенного года. То есть, из-за окружающей среды, в общем, вот так, да. Но, в основном, корейцы, если кроссоверы, то это дизеля. Это дизеля, потому что, опять же, я сам на дизелях езжу, это экономия, это динамика, здорово. Вот. Но бензин не очень. Давай я подытожу все, ну, мы с тобой еще снимем, я думаю, много интересного материала, но вот этот ролик мне хотелось бы спросить. Вот смотри, это все хорошо, машины, корея, там, и так далее. Но, я понимаю, у людей основной вопрос выгоды. Ну, как ни крути. Ну, купить, а, хорошую машину, б, выгодно, там, и, ну, не знаю, в, чтобы это было благонадежно, то есть, там, все, тебя и доставили, и проверили, и так далее. Вот, при нынешних реалиях, то давай честно, давай. Не в целях, там, знаешь. Как всегда. Да, ну, мы, ну, искренне, откровенно. Да. Это выгодно тащить, вот, среди твоих клиентов, я знаю, что закупаются не только под себя люди, да, и на продажу берут. Много. Вот, они же берут, и выгодно сейчас. Ну, конечно. Или менее выгодно стало, или, вот, скажи какой-то комментарий свой. А, смотри, выгодно было возить автомобиль из Южной Кореи всегда. Да. Даже после того пресловутого 14-го года, да, когда, насколько я помню, поменялись некоторые моменты с таможни, да, и автомобили стали не особо выгодно возить с перекупом. А так раньше, до 14-го года, вообще было много перегончиков, с Германией сколько угнали, сколько фургнали, да. Вот. На самом деле это все осталось. Просто не в том, не с той дельтой, не с тем заработком, и все пошло вниз. И поэтому эту тему как-то, ну, немножко вдухало-вдухало и затухло, да. Но при этом до всех этих событий, до слабого доллара, рубля, до всего этого я работал с перекупами, с ребятами, которые имели огромные площадки, вот в той же самой Москве, да, которые имели отличное имя, то есть у которых по 40-50 единиц стояло только корейцев, только которые были пригнаны вот этим таким способом. И люди ловили свою маржу спокойно, там, полмиллиона, 9 миллионов вообще. Да, ты смотри какой-то момент. А какое процентное соотношение маржи? Например, я беру машину, там, за полтора миллиона рублей. Смотри, процентное соотношение маржи зависит в первую очередь от вашего рынка. Вот когда мне люди спрашивают, да, вот, какие машины чаще у вас покупают? Ну, друзья, в Краснодар у меня покупают моноприводные Спортейджи на бензине, ой, на дизеле, да. Север у меня покупают только полный привод и только бензин, да, там, в основном. Все. Этим все сказано, да, потому что на севере солятка может подвезти, да, условно говоря. А на юге полный привод и не нужен, по сути. Вот от этого и стартуйте. То есть нужно изучить хорошо ваш регион. Да, сразу говорю, отметайте Мазды, отметайте там всякие Рено, проще их нету. Пежо очень мало в Корее, да. То есть стартуйте от корейцев, от немцев, немцев очень мало в Корее. Вот. Соответственно, изучите свой рынок и там уже будет понимание. То есть если, опять же, мы все-таки с тобой запишем гайд какой-то, я один или вместе, да, то есть чтобы люди могли рассчитывать, мы вам оставим ссылки на все сайты, вы можете зайти на все сайты корейские, посмотреть, повыбирать себе машину, прочитать, сколько она у вас будет в России и, в принципе, понять свою маржу. Я думаю, только таким способом. Потому что вопрос именно, сколько это будет стоить, какая маржа, она слишком сложная. Потому что у меня был клиент, да, который купил Range Rover, ну, чтобы ты понимал, он 2 миллиона рублей дороже его продал. Я понимаю, что это случайность, да, но он это сделал. Да, он это сделал, да. То есть а некоторые клиенты там на Sportage на 300 тысяч рублей дороже продали, кто-то Santa Fe на 600 продал, кто-то Palisade на 700 продал. То есть здесь всегда очень сильная специфика, да, очень сильно. Надо точечно работать, потому что все-таки, опять же, если мы говорим о бизнесе, если мы не говорим о частной покупке, если вы частный клиент, просто хотите купить себе машину, пожалуйста, звоните нашим менеджерам, вам все абсолютно все расскажут, мы привезем в хорошую машину, да, в ваш бюджет, постараемся. Опять же, на уровне адекватности должен быть бюджет, да. Если вы бизнесмен, то я думаю, предприниматель, да, то я думаю, сам Бог видел, да, потратить какое-то время, чтобы изучить, научиться рассчитывать и понять для себя, что именно вам нужно. Поэтому на этот вопрос я бы ответил так, что все всегда сугубо индивидуально. А для расчета автомобилей, да, опять же, ссылки в описании, сможете обратиться, можно посчитать, все уже более индивидуально сказать. От себя добавлю, что, слушай, ну, из тех ребят, кого я вижу, кто возит машины сейчас, да, в том числе, да, и Корея, потому что из разных стран возят номераты, там, Казахстан и так далее. Я, честно говоря, вот даже просто логически сейчас, я сейчас не с целью кого-то уговарить, еще как-то, я сам с собой рассуждаю, но я ни одного не видел, кто бы продал в минус или в ноль. Это точно. Все продавали в плюс. Единственный момент, как бы, сроков и времени. Да. Этот вопрос, как бы, остается уже тут, нет, на него нет ответа, потому что, ну, я имею в виду, сколько она продаваться будет, у кого-то, я знаю, там, за неделю, там, две продавалась, у кого-то месяц, полтора весело. С другой стороны, сейчас, не знаю, как ты думаешь сам, в чем лучше деньги хранить? То есть, машина или рублей? Ну, мы сейчас не берем валюту, потому что валюта, понятно, это все очень субъективно, как бы. Ну, я думаю, что в данный момент, при низком рубле, то лучше привезти машину и продать ее. То есть, в любом случае, смажая будет. Как минимум, инфляцию вы точно перешагнете. А как думаешь, в связи с этой ситуацией, сейчас вот смотри, ну, опять же, у меня в том числе, как бы, я не буду скрывать, есть, ну, не то, что, не страх, наверное, не понимание, а сейчас куплю, а как будет? Мало ли, привезу, уже вообще машина не нужна будет. Что делать? Ну, смотри, я считаю, что это опять тот же самый момент, когда только все это началось. Мы месяц ничего не продавали, потом все пошло. В любом случае, самое главное, что, опять же, тоже добавлю к твоему вопросу, многих очень беспокоит то, что, многих очень беспокоит то, что могут границы закрыться или что-то еще, да, те же самые торговые. Ну, торговые, навряд ли, ребят, то есть, тут вопрос именно физически, люди, чтобы не выезжали, да. Причем здесь машины, потому что они заезжают. То есть, и я даже больше скажу, что правительство ИРФ, насколько, опять же, я знаю, там приняли постановление, я не могу сказать, какой номер, то есть, мы просто обсуждали с нашим партнером, что, возможно, скоро появятся льготы с января. Льготы на завоз автомобилей. Если же государство делает такие шаги, чтобы улучшить состояние рынка автомобилей, даже возьмем в пример то, что взяли и отменили на какое-то время кнопку ГЛОНАСС. Вы сейчас не платите 50 тысяч рублей во Владивостоке, чтобы завезти автомобиль. То есть, возможно, ее вернут, возможно, вас заставят ее поставить через полгода, через год, но сейчас этого нет. То есть, я уже вижу два шага российского государства, чтобы помочь оживить автомобильный рынок. Те же самые льготы с января. Поэтому в этом направлении, в плане, если смотреть более глобально на этот вопрос, в плане экономики, я думаю, вряд ли в ближайшее время это все рухнет. Потому что есть реальные предпосылки, реальные факты, которые предпринимает правительство ИРФ. Касаемо, кому это все будет нужно, что смеяться. Люди всегда покупали машины, всегда купали одежду, всегда покупали еду. Все хотят комфорт, все хотят передвигаться. Поэтому, я думаю, здесь вопрос, как бы так стоять не будет. В плане того, что рухнут цены на автомобили и прочее. Но, опять же, в момент истерик обычно цены опускаются. Они потом обратно повышаются спокойно. Даже сейчас, на моменте мобилизации, я думаю, наверное, рынок вниз должен был пойти. По логике вещей. Он как быстро пошел, так же он сейчас быстро обратно выдавливается. Да. Потому что, как это происходило, это все. Перекупы такие смотрят на эту площадку, у него 50 машин стоят. Что-то надо резко делать. И все. Ценники вниз, быстрее-быстрее раскидывать. Потом раз, а нет. Обратно откатываться. То есть, это обычная история. Поэтому, я не думаю, что, опять же, давайте так. Многие комментаторы в интернете, клиенты ждали рубль по 30. Многие ждали. Когда его можно было купить по 55, по-моему, что-то такое. И потом многие купили у меня машины по 60 с лишним. 30 так и не дождались. Пока ждали. Короче, ждать не надо. Мы уже делаем, делаем. Да. То есть, в этом плане, да. То есть, и доллара по 30 я вряд ли, конечно, прогнозирую. Да. Я, в принципе, как бы слежу за какими-то предпосылками, экономикой и прочего. Но и закрытие границ, и то, что это будет все хлам, и все это будет валяться, я тоже, по крайней мере, на данной этапе этого не вижу. Потому что сейчас только увеличится количество кораблей. Только, условно говоря, увеличится количество машин, которые покупаются, и количество автовозов, которые бывают машины. То есть, не может так, бах, резко все повернуться в другую сторону. Ну, это невозможно. Друзья, тогда у меня большая просьба к вам. Если у вас какие-то есть вопросы, напишите их в комментариях. Да, мы еще, я думаю, снимем несколько каких-то информационных видео. Будет большое интервью техническое. Мы с тобой там, не знаю, 100 миллион вопросов разобрали, как растаможка и так далее, и так далее. Ждите это интервью. И так же мы снимем, я думаю, по вашим вопросам какие-либо такие информационные короткие ролики по автомобилям из Кореи. И плюс к этому как-то нам надо показать, наверное, что на практике какие-то машины, которые привезли, которые есть в России уже, да. Это без проблем. Постараемся поснимать, да. Да, без проблем, конечно. Ну, все. На этом все, друзья. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. Вот. И до скорых встреч. Всем пока.